Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 17 октября, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Дороги доделывают, соцконтракт оформляют, о чем говорили на штабе по комплексному развитию региона. В городе началась санитарная обработка деревьев. Надежнее и проще Ульяновский политех упростит производство самолетов. Вакцинация без отрыва от работы. Сотрудники по ТП-1 подключились к прививочной кампании. На штабе по комплексному развитию региона обсуждали завершение сезона дорожных работ. В этом году по нацпроекту безопасные и качественные дороги должны обновить свыше 53 километров покрытия. Это в том числе и участки с высокой интенсивностью движения. Валентина Никонова подробнее. Главной новостью заседания стала перезагрузка областного правительства. Губернатор озвучил новые кадровые назначения. Глава региона сделала акцент на развитии индустриальной сферы и повышении качества жизни ульяновцев. Анну Тверскову назначили заместителем председателя правительства. Она будет курировать социальный блок. Министерство социального развития возглавит Дмитрий Батраков. Отвечать за цифровое развитие будет Олег Екфаров. Наталья Брюханова стала министром финансов, лишившись приставки ИО. Мы важнейший индустриальный регион. Неудивительно, что область постоянно принимает федеральных руководителей на своей территории. Мы достаточно серьезно нарастили темпы и качество реализации гособоронзаказа. Показываем хорошую динамику промо-производства в целом. И нам необходимо наращивать темпы роста, задействуя весь наш потенциал кадровой технологической инвестиционной промо-кооперации. Глава региона принял решение усилить организационную структуру промышленного блока. Важнейшей задачей станет развитие индустриальной сферы. Возглавит это направление человек, много лет отдавший служение региону, стоявший у истоков создания самого успешного областного института корпорации развития региона Сергей Николаевич Васин. В Ульяновской области заканчивается дорожно-строительный сезон. Завершаются ремонтные работы на автомобильных дорогах местного значения. В этом году у нас предусмотрено почти 700 объектов. Это порядка 300 километров мы отремонтируем. Значит, все работы уже близятся к завершению до конца текущего месяца, тире до 15 ноября. Все эти работы будут выполнены в соответствии со сроками, которые указаны в контрактах. В нашем регионе продолжается реализация социальных контрактов. Они помогают ульяновцам повысить свой доход. Получить социальный контракт могут люди, чей доход меньше прожиточного минимума. По итогам 9 месяцев план по заключению соцконтрактов в регионе выполнен на 64%. На этот год у нас по плану мы должны заключить 4000 социальных контрактов. На сегодня заключено 2600 социальных контрактов. Конечно, работу надо усиливать в этом направлении. Основные направления остались те же. Это поиск работы, это развитие индивидуального предпринимательства, на которое выделяется до 350 тысяч рублей, развитие личного подсобного хозяйства. На заседании обсудили ход отопительного сезона. Несколько ФАПов и домов культуры в Ульяновской области и один многоквартирный дом до сих пор без тепла. Ситуацию держат на контроле и должны исправить до конца недели. На днях сотрудники Заволжской базы Дорремстроя записали коллективное видеообращение к власти с просьбой увеличить зарплаты и решить вопросы с дорожной техникой. Алексей Русских поручил главе города Александру Балдайкину решить вопрос, а также рассмотреть вопрос увольнения руководителя Дорремстроя, который допустил эту ситуацию. Также губернатору пожаловались родители учеников из Волжских кварталов. Они обеспокоены тем, что в микрорайоне нет школьного автобуса. Алексей Русских поручил главе города проявить смекалку, трудолюбие и решить этот вопрос. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ Ульяновский государственный технический университет предложил ПАО «Илавиастар» идею по упрощению производства самолетов. Вместо свинцово-цинковых штампов специалисты Центра компетенции технологии композитов УЛГТУ предлагают делать его из композитного полимера. Светлана Карпохина продолжит. Композитный полимер – многокомпонентный материал, созданный человеком. Полимер легкий и прочный, в составе может быть стекловолокно или углероды. Варьируя матрицу и наполнитель, спектр применения композитного полимера может быть разный. Специалисты Ульяновского технического университета предложили использовать этот материал для изготовления штампов для производства самолетов. С этой идеей они пришли на «Авиастар». Они применяют штампы свинцово-цинковые. Они очень тяжелые, их даже установить в прессовальную машину нужно применять кран-балку или какие-то средства для погрузки. А нами был предложен более легкий вариант из полимера композитного, штампа, который легче, более ремонтопригоден. Штамп – это оснащение пресс-формы для изготовления деталей при помощи пластической деформации заготовок под большим давлением. Делают его в лаборатории Политеха на самом обычном станке ЧПУ. Изготовят и протестируют несколько вариантов, а лучший образец поступит в серию. То есть мы получаем от «Авиастара» 3D-модель формы, которую они хотят получить. Мы по ней изготавливаем форму, сам штамп. Наши штампы легче, ремонтопригодные, универсальные. Ну и производится гораздо быстрее, чем свинцово-цинковые. У нас где-то за три дня мы можем выпускать одно изделие, привлекая к этому всего лишь четыре человека. Для Ульяновского Политеха это не первый опыт сотрудничества с авиационным заводом. Ранее специалистами Центра компетенции было изготовлено инновационные защитные чехлы из кевлара, очень прочного волокна для транспортных самолетов, а также различные макеты и прочее оборудование. Светлана Карпухина, Улправда ТВ. Мобильная бригада специалистов Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска провела процедуру вакцинации на предприятие по ТП-1. На это ушло не больше получаса, после чего водители автобуса выехали в рейс, не беспокоясь за сохранность здоровья себя и пассажиров. Александра Никитина побывала на предприятии. Организовать и распределить автобусы по маршрутам, а если нужно, и самому выехать на линию. Обязанности у Олега Ефимова хватает. А вот время на болезнь в дефиците. Оттого и готовиться к сезону простуд начальник колонны по ТП-1 начал заранее. Не дожидаясь пика распространения гриппа, поставил прививку. На вопрос, для чего нужно проходить вакцинацию, отвечает кратко. Процедуру организовали на рабочем месте. Мобильная бригада медиков привезла все необходимое с собой. Градусник, тонометр для измерения давления и бланк для заполнения данных. В него вносят сведения о перенесенных и хронических заболеваниях, медикаменты, на которые есть аллергия. Опираясь на эту информацию, специалист подбирает препарат для вакцинации. Прививаем мы сейчас прививками сови, грипп и ультрикс в квадре. Соответственно, это две самые актуальные на данный момент прививки. Сови и грипп для всех граждан мы рекомендуем. А ультрикс для граждан с хроническими заболеваемостями. Это, соответственно, группы риска. Больничный для сотрудников по ТП-1 приравнивается к срыву графика. А это жалобы со стороны населения, перебои в работе общественного транспорта. Если же перевозчик на свой страх и риск не оформляет вынужденный отпуск, выходит на маршрут с жалобами на самочувствие, то рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем пассажиров. В день через подвижной состав проходит до трех сотен человек. А потому своевременная вакцинация – оптимальный способ обезопасить себя и окружающих. Стараемся за этим очень следить, поскольку любой срыв – это жалобы жителей. Они должны ежедневно попадать вовремя на работу и так далее, на учебу. Поэтому мы к этому относимся максимально серьезно. Вакцинировать сотрудников на предприятии начали еще в сентябре. Как отметило руководство, в планах до конца этого месяца привить 97% водителей, что в дальнейшем поможет выработать коллективный иммунитет и сократить риск вспышки гриппа внутри штата. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда, ТВ. На смену теплым денькам пришел холод и порывистый ветер. Управление МЧС по Ульяновск области в эти дни объявляет штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Такая погода не оставляет шансов у сухих деревьев. Городские службы уже начали обрезку веток. Сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду настиг Ульяновск сегодня, 17 октября. К сезону ураганов и ледяных дождей администрация города начала готовиться заранее. Работы по обрезке аварийных деревьев осуществляют 9 бригад. Согласно регламенту, 16 октября заканчивается вегетационный период, то есть сокодвижение у деревьев, и, возможно, глубокая формовочная санитарная обрезка. То есть все виды обрезок на сегодняшний день уже разрешены. В общей сложности у нас получилось 9 бригад, которые полностью укомплектованы именно самосвальной техникой, ломовозами, погрузчиками, соответственно, автогидроподъемниками и необходимым количеством персонала. Прошлой зимой от ледяного дождя и обрушения ветвей деревьев страдала северная часть Ленинского района. В этом году участку уделили большое внимание. Опасные ветви деревьев срезают специальные службы. Упор делают на детские сады, школы и детские площадки. Мы очень рады, что в целях безопасности работы продолжаются. В этом году, в преддверии предстоящей зимы, мы будем надеяться, что после вырубочных работ, после обрезки всех деревьев, безопасность будет, конечно, на высоком уровне, и нам не страшны порывистые ветры. Бригада муниципальных учреждений очистит трамвайные и троллейбусные пути, линии электропередач, дворы и улицы областного центра. Обеспечит видимость дорожных знаков и светофоров. По прогнозу синоптиков, сильный ветер в Ульяновске погостит еще пару дней. Светлана Карпухина, Улправда ТВ. В Ульяновске завершился чемпионат России по фитнесу и бодибилдингу. Сотни атлетов боролись за медали и кубки, показывая стальные бицепсы и пресс. А в качестве изназанных гостей на свою малую родину приехали именитые спортсмены, многократные чемпионы Александр и Дмитрий Ешанкины. Они провели мастер-классы и встречи со студентами. Трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Ешанкин, к примеру, встретился со студентами Улгу. Он рассказал о своем жизненном пути, спорте, победах и ответил на вопросы молодежи. Успех – это усердная работа. Об этом рассказал студентам трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Ешанкин. Маленького Диму в тренажерный зал в Димитровграде привел его прославленный отец, звезда бодибилдинга Александр Ешанкин. Такой пример для подражания позволил Дмитрию не сдаваться и покорять все вершины. Первая серьезная победа ждала его в 22 года. Дмитрий Ешанкин тогда в первый раз стал чемпионом России. Любовь к физическим нагрузкам звездный тренер прививает и своему сыну Юре. Приверженность к тому делу, которым ты занимаешься и любишь, оно приводит к успеху. В последнее время я работаю со звездами спорта. И со спортсменами работать легко, комфортно. И для меня, как для тренера, это и мотивация, и удовольствие, и вызов сделать суператлета еще лучше. На встречу пришли студенты факультета физической культуры и реабилитации УЛГУ. Они пообщались с именитым тренером, задали свои вопросы и сами рассказали, что значит успех для них. Именитый спортсмен признался, любимое дело и большой труд могут привести к большим успехам в жизни. Для нас на самом деле большая честь встретиться с чемпионом мира по фитнесу, так как мы являемся не только студентами Ульяновского государственного университета, но также мы являемся студентами факультета физической культуры и реабилитации, что для нас является хорошим навыком в общении с такими важными людьми. Уроженец Ульяновской области Дмитрий Ешанкин спустя годы отметил, как похорошел регион. Он рассказал студентам, что в планах у него впервые посетить Ундеры и найти настоящие симперцы для своей коллекции трофеев. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ. Почти полтысячелетия отделяет нас от Леонардо да Винчи. Время безжалостно от обширного творческого наследия великого итальянца до наших дней сохранилась лишь небольшая часть. И не стоит забывать, что это легендарный человек, не только деятель искусств, но и крупнейший изобретатель. В Ульяновске начала работать экспозиция, посвященная гению. Подробнее узнаете в нашем материале. Он опередил время и явил человечеству не только шедевры искусства, но и научные разработки. Великий Леонардо – художник, музыкант, скульптор, ученый и конструктор. В Ульяновск из Санкт-Петербурга приехала уникальная выставка «Тайны да Винчи». Экспозиция расположилась в Музее народного творчества. Мы думаем, что эта выставка откроет для наших посетителей новое его качество. Мы увидим этого гениального человека еще с другой стороны, в общем-то, для некоторых совершенно неожиданной. Более 60 экспонатов, в числе которых и чертежи, выполненные зеркальным письмом в сопровождении иллюстраций. Мастера из города на Неве создали и копии сохранившихся изобретений. Макеты изготовлены по эскизам Леонардо. Это военная техника, прообраз будущего танка, самолет и трехзарядное скорострельное оружие. Полагают, что именно оно стало прототипом современного пулемета. Также есть и гражданские разработки. Всевозможные модификации крыльев и осветительных приборов для театра. Водолазный костюм, который по задумке автора должен быть изготовлен из водонепроницаемой кожи. И, конечно же, знаменитый велосипед, на который так сильно похожи его потомки. Очень много механизмов, связанных с подшипниковыми механизмами. То есть то, что, казалось бы, должны делать инженеры. То есть он был еще и инженером. Гений эпохи Возрождения упростил жизнь человечеству и даровал шедевры искусства. Во втором зале представлена инсталляция по мотивам картины «Тайная вечеря». Восковые фигуры в человеческий рост. Христос вместе со своими учениками. И совсем рядом улыбается загадочная Джоконда, окутанная мифами и легендами. Компанию им составил сам Да Винчи, погруженный в создание всемирно известного полотна. Экспозиция будет работать до 3 декабря. Напомню, Музей народного творчества находится на втором этаже Дворца культуры «Губернаторский». В Засвияжском районе 21 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она развернется на улице Октябрьскую торгового комплекса «Звезда» с 7 утра до 13.00. Торговля будет организована с 320 машин. Ульяновцы смогут воспользоваться услугами мобильного кадрового центра, а также получить консультации специалистов по мерам соцподдержки и заключению социальных контрактов. Кроме того, будут работать волонтеры, которые помогут гражданам старшего возраста с доставкой товаров. Для гостей ярмарки централизованная клубная система организует творческую программу. Ее основной темой станет многообразие национальных культур, представленных в нашем регионе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...